Добрый день, дамы и господа! Это снова я. Да, меня стало очень много, но что делать? Приходится. Так вот, сегодня у нас очередной обзор про российский табак. Не исключу в том, что их слишком стало много. Каждый, любой человек, который понимает хотя бы чуть-чуть, либо у него есть средства, он начинает делать свой табак. Но не у всех сбывается та мечта, с которой они только начинают это делать. Сейчас сделаю табак 10 вкусов, продам во все кальяны и во все магазины и стану миллионером. И поэтому у нас сегодня на обзоре табак под названием Таун. Прошу прощения, пачка грязная, потому что пакеты неудобные внутри, она все вытекла и еще лежала под другими табаками. Это табак Таун, то есть город, да, мегаполис. Вот такая вот интересная упаковочка в виде мультипликационного города, то есть в графике. Сзади у нас есть продажа несовершеннолетним запрещена, так что Таун Табака.ру и соответственно, как его, состав. Это у нас табак, сахарный сироп, глицерин, ароматизатор, идентичный натуральному. Не акцизный и вряд ли акцизным будет. По той причине в том, что все равно средств задействовано мало, скорее всего продукт более такой идейный, и что из него получится, то собственно и получится. Но самое интересное я вам расскажу сейчас. Из чего он состоит? Это Бёрли и Вирджиния, то есть бленд такой маленький. Немецкие ароматизаторы. 250-граммовая пачка с вот таким вот пакетом. Но знаете, что самое интересное? Его делают в Нижнем Новгороде, там где у нас и много других табаков, которые мы все с вами курим. Но, когда мне первый раз его принесли, мне принесли три вкуса. Это было сальве, соответственно, это шалфей и бергамот. Ну, сами знаете, что такое, да, бергамот. И, собственно, так сказать, чизкейк. А, мюсли, мюсли, принесли мюсли. А, сказали, ну, можешь забить, покурить. Я, соответственно, забил шалфей, потому что я очень люблю этот вкус от Дарксайда. И думаю, ну, хотя бы, так, покурю шалфей. И как только я открыл эту пачку, я начал понимать, что у меня в руках, сука, Дарксайд, блять. У меня в руках Дарксайд. И пахнет, как Дарксайд. И сырье, как у Дарксайда. Я его забил, начал раскуривать. Блять, как вы думаете, что я почувствовал с этим шалфеем? Сто процентная идентичность с Дарксайдом. То есть, ароматизаторы одни и те же, и, возможно, даже сырье одно и то же. И я не удивлюсь, если через пару лет, через пару месяцев окажется так, что это кто-то пиздит с завода Дарксайда сырье и просто переупаковывает свою пачку и продает. Цена у него очень интересная, недорогая. И поэтому это прикольная замена именно таким вкусом, как шалфей и бергамот, а Дарксайдовским. Потому что гораздо дешевле и сердитее. Так вот, к чему я говорю, конечно же, это лишь мои догадки в том, что это, типа, одно и то же и так далее. Но давайте, собственно, мы это все посмотрим вживую. Когда я раскурил этот кальянс шалфеем, я подошел к производителю и говорю, чувак, это же Дарксайд. Он говорит, нет, это не Дарксайд. Я говорю, я, блядь, тебе отвечаю, этот Дарксайд. Он сказал, что нет, потому что сырье, оно идентично. И пускай, да, я сейчас в этом обзоре упоминаю слишком много слова Дарксайд, но, клянусь маминой соседкой, блядь, сука, меня что-то здесь настораживает. По крепкости, по ароматике, по тому, как это курица и какая у нее насыщенность вкуса, это такой, знаете, Дарксайд начала 16-го года. То есть, когда он только был самым таким хорошим, интересным, вот это вот сейчас вот в этом табаке. Также, но есть и минусы. Минусы это, по мне, жаростойкость. Ну, по жаростойкости он не вытаскивает сильно. Хотя и Дарксайд тоже сейчас нихуя не вытаскивает. Как бы, ну, где-то есть какие-то ниточки. Так вот, табак довольно-таки, ну, как, интересный. Ребят, просто представьте, что вы покупаете Таун, да, гораздо дешевле Дарксайда, но Дарксайд, я бы это так сказал бы, то есть... Блядь, я не знаю, как еще это сказать вам, да? Блядь, сука, это... Я хуй его знаю, да? Производитель, ты меня извини, конечно, да? Мы договаривались на обзоре о том, что я буду говорить, как есть, собственно. Ну, сука, блядь, это Дарксайд, нах, ты кого-то наебываешь. В первом случае меня. Кстати, эти ребята будут на Хука-пикнике 5-го числа. И вот, сука, подойдите к этому табаку и попробуйте. И потом в комментариях напишите, что вы почувствовали. Сейчас мы это все, собственно, забьем. И я еще раз раскурю шалфейчик и пойду на работу. Так вот, мы это забили. Курить мы это все будем на бюджетном МакКлауде под названием Дзен. И посмотрим, что из этого выйдет. Это табак Таун, это до воды. Мы пока не переключаемся. Мы сейчас будем все это раскуривать. Ну, так что, начинаем раскуривать наш Таун. Он, наверное, уже полноценно прогрелся. И мы сейчас, собственно, все это взорвем. У нас здесь забит вкус сальвия, акаш-алфей. Табак делается в Нижнем Новгороде. Я прям не знаю просто, что про него рассказать, ребят. Я его курю уже очень долго, да, но я не знаю до сих пор, что про него сказать. Грубо говоря, я могу про него сказать то же самое, что и о Дарксайде. Да, вот честно говорю, вот прям идентичны именно вот эти вкусы, а они прям идентичны Дарксайду. Поэтому на выставке будет ихний стенд. Они являются какими-то партнерами этого мероприятия на пикнике. Подойдите тоже, попробуйте этот табак и прям вот обязательно напишите мне. Может, у меня что-то с рецепторами, либо что-то еще. Поэтому для меня очень важна обратная связь с вами, с моими подписчиками и друзьями, кто меня смотрит. Напишите в комментариях, как покурите. Не забудьте, схож ли он или не схож. Курица он замечательный. Поэтому это Тава Дым, это Табак Таун. Ссылочки на производителя в описании, собственно. Ну и, соответственно, заказывай для своей кальянной продукты на сайте hookopremium.ru или точка ком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok